16 ноября 2015 года на улице Интернациональный водитель, управляя автомобилем Рено Дастер, совершил наезд на 64-летнюю женщину, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Это выдержка из сообщения сотрудников госавтоинспекции. За сухими строчками текста скрывается трагедия целой семьи. Жена, мать и подруга. В одно мгновение жизнь ее оборвалась. Это человек, который был для нашей семьи всем. Это была глава, лидер семьи. Без нее не обходилось ни одного решения, не принималось ни одно решение. К ней приходили все со своими проблемами. Это был добрейший человек, справедливый. Это была любящая жена, мать, бабушка. Поэтому для нашей семьи это не поправимая утрата и невосполнимая. Водитель не был пьян. А по словам Валерия, в протоколах нет строки «не справился с управлением». Видимость была достаточная, чтобы увидеть знак пешеходного перехода. Время ДТП 18.10. Казалось бы, ситуация очень простая. Однако на деле все совсем не так. Хоть приговор обвиняемому уже вынесен, в законную силу он еще не вступил. Один год, 10 месяцев лишения свободы колонии поселения и лишения управления автомобилем на срок до двух лет. Осужденный Бабкин и его защитник Андрианов подали апелляционную жалобу в областной суд. Судебное разбирательство проводится два года. Заседание в суде первой инстанции – шесть месяцев. Сами слушания неоднократно переносились. 23 апреля в Рязанском областном суде рассматривалась апелляция адвоката. Это еще один способ решить все мирным путем. Но Валерий не преклонен. Трагедия в их семье сказалась и на здоровье отца. В этот день судья должен был вынести решение, принимать ли апелляцию от осужденного или нет. Однако все повторилось вновь. Из-за отсутствия одного из важных документов на руках у страны обвиняемого слушание вновь перенесли. Мы будем держать вас в курсе событий. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.